Итак, дорогие коллеги, вторая пара. И начнем мы с дизайнерских вопросов. Ну, собственно, по дизайну не так уж много, в общем-то, сайтов, которые создают некие стандарты дизайна. В основном, при том, что самих сайтов, посвященных дизайну, довольно много. Но именно тех, которые нужны искусствоведам или киноведам, как раз не так много. Я буквально отобрал только несколько, просто чтобы, если вы захотите этими вопросами позаниматься поглубже, вы знакомились с теми указаниями, которые есть на этих сайтах. Вот один из, собственно, важнейших сайтов. Это, собственно, Купер Хьюитт. Это не что иное, как, собственно, национальный фактически дизайнерский архив США, созданный при поддержке Смитсоновского института. Здесь есть тоже, как вы видите сразу же на лице сайта, вы видите коллектив memory, storytelling and collaboration in the writing of history, то есть коллективная память, рассказывание истории, сотрудничество при написании истории. То есть ряд интервью, как видите, взятых уже в последнее время в Zoom, посвященных тому, как развивался дизайн. Есть тут, как вы видите, истории легенд дизайна, например, видеоинтервью, посвященное созданию известнейшего логотипа Нью-Йорка, туристического логотипа. То есть устная история остается, о которой мы говорили в прошлый раз, остается одним из приоритетов этого, собственно, в том числе и этого института. Что еще можно на этом сайте посмотреть? Здесь есть, собственно, в меню коллекции. И, соответственно, здесь можно, нажав «Исследуя коллекцию», мы выходим на доме третьего порядка «Collection Cooper Hewitt». И здесь, допустим, поиск, допустим, по постерам показывает те постеры, которые существуют именно в дизайнерской коллекции Смитсоновского института. И здесь, как вы видите, сравнительно немного оцифровано. Вот, например, в хранилище хранится где-то 3,5 тысячи таких объектов, и только 29 пока оцифровано. Но зато те, которые хранятся, у тех есть все равно описание библиографическое, и, соответственно, иногда и даже часто скриншоты. И даже по этим скриншотам можно работать с этими объектами. Как видите, они располагаются на такой таймлайн. Есть краткое описание, в том числе описание провинанса, когда именно он был приобретен, и ID, то есть инвентарный номер этого объекта. И вот исследование дизайнерских образцов можно вести таким образом. Можно, допустим, есть те же самые стулья, чеа. И, как видите, самые разные есть здесь стулья, включая самые невероятные дизайнерские решения. То есть если кто-то решил заниматься именно стульями, допустим, понадобятся стулья в кино. Но, как вы видите, здесь можно классифицировать по типу продукта. Ну, например, рисунки со стульями 651. А, собственно, образцы готовой продукции 359. Есть еще отдельно, допустим, текстайлс, то есть обивка для стульев в сидушке разного периода. Вот, допустим, 1810 и Франция сидушки с изображением героев Басит, судя по всему, типа волка и коза. И здесь сразу же датировка наполеоновской эпохи. Dark, что Джозефин Хоуэлл завещала это национальному американскому архиву. И объект и ID. Когда вы, собственно, будете описывать, то можно просто дать, соответственно, ссылку. Потому что здесь, как видите, ID объекта совпадает с последним, после последнего слэш, собственно, номером. И так что цитировать этот сайт очень просто. Здесь как раз я вам напомню правила цитирования, что когда вы приводите какой-то музейный объект, то приводите его по инвентарному номеру или по каталожному номеру. И обязательно, если есть этот каталог в сети, даете ссылку на этот каталог в сети. В хороших, как вы видите, коллекциях, каталожный номер ID предмета, он же отражен в самом URL, в самом адресе, на который вы ссылаетесь, что очень облегчает работу. И, как видите, здесь тоже можно, соответственно, сортировать по материалам, оставить, например, только шелковые сидушки. И в результате изучения стульев становится не просто такой несложной, но даже занимательной задачей. Что здесь? Как видите, 1138 объектов, хоть как-то связанных со стульями. Можно использовать, конечно, advanced search сразу. Допустим, когда нужно найти красные постеры, они все тегированные. Или вот кружево, или from sketch to product, посвящен дизайнерским рисункам. Как видите, сделана такая отдельная коллекция, где показано, как дизайнерский объект становится потом реальным объектом быта. Обязательно не забывайте указывать тоже ID. Они есть и для всех чертежей, независимо от того, был ли этот объект воплощен на практике или нет. Можно вот обои можно посмотреть. И любые такие интересные объекты. Причем здесь обои даже у них есть описание, фрагмент какой там по ширине, высоте и, соответственно, глубине. И, соответственно, здесь можно, допустим, машина, напечатанные обои, обои, значит, напечатанные трафаретом на специальной бумаге. Вот, например, там обои, допустим, времен французской революции с принтом, как вы видите, аллегорической фигуры победившей Франции. Ника, которая венчает победившую Францию. И, значит, неразделимое единство республики в венке из дубовых ветвей. И здесь, как вы видите, есть и достаточно подробное описание этого объекта, что в том числе и иконологическая характеристика, что означает, какие изображения. Равно, как есть здесь и другая подборка вот таких же мифологических, по сути дела, или аллегорических обоев. То есть связанные объекты. Дальше еще один важный сайт, который связан с современным искусством и дизайном, это D.A. Art. Но это, по сути дела, это, собственно, один из нью-йоркских фондов, который устраивает и реальные выставки. И вот у них есть, собственно, указано, где именно находятся те объекты, которые созданы этим фондом. Дело в том, что этот фонд, он покровительствует и созданию экологического искусства, то есть объектов действительно вроде этих спиралей Смитсона, которые, хотя не размещены в музее, тем не менее, можно указать, где они находятся. Или, например, туннели для солнца Нэнси Холтера. И здесь, соответственно, у них есть, значит, собственно, описание коллекции, в том числе и разного рода дизайнерских решений или вообще произведений как бы современного искусства. И поскольку фонд D.A., он поддерживает, прежде всего, экологическое искусство, связанное с sustainability, с освоением окружающей среды, там можно найти какие-то уникальные артефакты. Есть очень интересное, связанное тоже с дизайном и современным искусством, значит, Walker Art. Это тоже, это, в общем-то, частная тоже коллекция. Но, соответственно, здесь очень полезно, что здесь есть тоже каталог с возможностями широкого поиска. Есть блог, есть журнал. И, соответственно, вы тоже можете, допустим, заглянув в журнал, узнать, как развивается критика современного искусства. Вот, есть у них лозунг More than a museum, больше, чем музей, подразумевает, что они издают книги, издают журналы и проводят дискуссии, в том числе, например, дискуссия по дизайну под названием The Future and the Image of the Future, то есть делая образ будущего менее будущим, то есть, как бы, приближая будущее в настоящее. И, соответственно, это фактически история футуристического дизайна и, как видите, довольно подробные аналитические статьи, как вообще идея будущего менялась. Вплоть до предложенного Илоном Маском как бы города на Марсе. И, или, допустим, здесь упомянуто, значит, длинное настоящее, то есть, как и такая вот схема, значит, скорость развития разных, значит, признаков современности, что, собственно, мы называем современностью. Как видите, это проект, по которому был издан каталог. И здесь замечательно, что есть фактически аналитическая библиография. Ну и с этим сайтом вполне можно пользоваться, как и журналом по современному искусству, знакомиться с обсуждениями, с критикой, с хроникой современного искусства. Дальше что еще в качестве такого дизайнерского показать? Вот замечательный сайт названием FontSite. Это, собственно, дизайн шрифтов. Он полезен просто для справок вам, какие шрифты бывают. Вот, собственно, то, что здесь дано на главной странице, это название самых известных типов шрифтов. Немножко нужно напомнить, допустим, что то, что мы называем, допустим, Times New Roman, он относится, например, к группе Antiqua. То, что мы называем, допустим, ареалом, относится к группе, так называемых, гротескных шрифтов. Поэтому это очень неплохой справочник, где можно узнать, хотя это коммерческий сайт, как какой шрифт называется. Дальше, ну, поскольку дизайн это не ваш профиль, то все-таки перейдем к тому, что ближе к нам и ближе к нашим научным интересам, а именно к базам данных, хоть как-то связанным с вопросами, допустим, искусства или кинематографа. Вот есть очень неплохой список вообще баз данных, которые используются специалистами по социальным и гуманитарным наукам. И, как видите, здесь в списке дано 162 таких базы данных. Большая часть из них, как видите, под замочком, то есть требует предварительной регистрации, но есть и любопытные базы, которые находятся в свободном доступе. Вот одна из них совершенно замечательная, это, например, звуковой архив BBC, разного рода звуковые эффекты, при этом эти звуковые эффекты, как видите, защищены, то есть все они являются собственностью BBC, но могут использоваться для личных образовательных или исследовательских целей. И здесь, допустим, можно взять и послушать, допустим, какой звук издает фильм, когда его показывают на 16-миллиметровом проекторе. звук достаточно выразительный. Или вот архив, который создали специалисты BBC, значит, и допустим, ночью. Ночные существа, которые я не могу идентифицировать, они здесь есть. Так что вот эта типичная база данных можно искать по категории, например, тревожные звуки. Это полезная очень справочка, когда нужно действительно узнать, что как звучало. И как, допустим, или допустим, можно тут здесь по странам узнать или по, допустим, значит, по скажем, по каким-нибудь категориям, даже как видите, закусы. Так, бар. Ну, то есть это такой вот исторический архив звуков. Посмотрим, что еще есть. Открытое или условно открытое. Ну, например, скажем, база канадского искусства. Я ее обычно показываю так, но она есть у меня в этом документе ниже. И это, на мой взгляд, одна из лучших вообще канад, одна из лучших баз по контемпориарту, которая была вообще создана в мире. Потому что, несмотря на то, что интерфейс этой базы достаточно скромный, она начала создаваться еще в середине 90-х, тем не менее, здесь достаточно, она постоянно пополняется, она живая, и у нее очень большие возможности поиска. Ну, например, художники, здесь отдельно выделены, например, фильм and видео артист, то, что вам как раз больше всего интересны. То есть, медиахудожники, которые работают с фильмами, видеоклипами и так далее. Соответственно, это здесь вы можете по алфавиту, по месту проживания, по категории, допустим, по mixed media. Вот, и, допустим, соответственно, есть audio and sound, и вот, соответственно, вы можете нажать любого такого художника, и здесь будет таймлайн всего, что этот художник создал. Как видите, картинки, допустим, этого художника по годам там размещены, то есть можно проследить эволюцию любого современного художника от начала до наших дней. Обычно каждый художник представлен там двадцатью как минимум работами, канадский художник, а, соответственно, аудио и видео и прочие художники представлены своими произведениями. Вот list of artists, аудио, допустим, art, допустим, sound installation, и вот видите, канадских художников, занимавшихся звуковыми инсталляциями, довольно много. Значит, или, допустим, вот звуковая поэзия, здесь занимается этим, допустим, Нобо Кубота, то есть поэт и художник японского происхождения, живущий в Канаде, и вот, допустим, здесь есть посвященная ему целая страничка, и здесь видите, даже есть его видеопортрет, то есть отдельное интервью с ним, которое можно загрузить, то есть устная история здесь тоже применяется. Также здесь есть алфавитный лист писателей, тех, кто, соответственно, хоть как-то пишет, допустим, что-то связанное с искусствами поэты, прозаики, все, кто хоть немножко занимались хоть чем-то связанным с искусством, тоже попали в этот каталог. Значит, вот, допустим, скажем, нажали на Альфреда Клемминса. И здесь видно, что он написал, может быть, много, но с искусством связана его статья в газете за 1975 год, посвященной выставке одного художника в одной галерее. И, как видите, газета 1975 года и вполне распознанная, и эта критика писателя художники вполне доступна. Так что, вот, в этой канадской базе есть и дизайнеры, и вообще есть целая история канадского дизайна. То есть, можно сортировать по художникам, по дизайнерам. Здесь есть и, ну, также есть кураторы, есть многие другие, есть раздел отдельный видеомемуаров, значит, артист видеопортрет, например, видеопортреты артистов, это, собственно, интервью с ними, снятое на видео с художниками. Вот, берем любого художника, и мы видим, этот художник заработает на видео, этот художник с нами разговаривает, рассказывает, кто на него повлиял, как он начинал свою жизнь в искусстве, то есть, все это оказывается необходимым пособием. Ну, и, соответственно, есть рубрика projects, например, группы, организаторы, архивы и коллекции, например, 1.0.0 виртуальная библиотека, это библиотека книг, выходивших маленьким тиражом, то есть, то, что называется любительским, стихи, выпущенные тиражом, 100 экземпляров, какой-нибудь каталог, какой-нибудь выставки, то, чего нам очень не хватает, потому что, значит, это отдельная работа создания каталога малотиражной продукции, когда, например, поэт, канадский, в каком-нибудь канадском городке, издает свои стихи совсем маленьким тиражом, но, как видите, и стихи, и дизайн, и фильмы, и кураторы, и выставки, все это вошло вот в этот канадский сайт, канадскую базу по искусствам, и, несмотря на невзрачный дизайн, возможности поиска там совершенно огромные. Пошли тогда дальше. Значит, смотрите, сейчас, это Visual Arts, значит, еще пойдем по базам данных, какие вам хорошо бы знать. ну вот много, конечно, баз по далеких от искусства, ну, например, вот Open Textbook Library, открытая, допустим, база учебников, она вполне вам может пригодиться. здесь, соответственно, нужно идти на Social Sciences, вот, и там можно найти отдельные учебники или пособия по, в том числе и вопросам, например, современного искусства, значит, социальных, психологических и так далее контекстов существования искусства. К сожалению, по кино тут практически ничего нет, но, во всяком случае, если вам понадобится какая-то такая открытый фонд учебников, он очень здесь неплохой. значит, есть кое-что я иногда показывал, допустим, к сожалению, тут идет непрямая ссылка на смитсоновские коллекции, но ничего, мы еще все это с вами посмотрим. вот, а мы, соответственно, сейчас посмотрим, что и, значит, какие есть еще действительно проекты. Вот то, что у меня здесь каталоги баз данных дополнительные, уже ближе к нашей специальности. Вот это ИПСКО, вы видите на экране, собственно, это одна из крупнейших баз данных по журналам. Она очень либеральная, туда включаются, в общем-то, почти все. И вот при сотрудничестве с ИПСКО создано целый ряд исследовательских баз данных. Например, база ABC Clio это база, посвященная социальным и историческим исследованиям. Art Museum Image Gallery, как вы понимаете, она посвящена эта коллекция собственно искусства. И можно, допустим, пройти в дополнительные базы, например, искусство и архитектура. Значит, и там собственно не столько фотографий, сколько статьи, причем избранные, отобранные библиографами по этой базе. Дальше следующие базы, которые такой вот коллекция баз данных, это коллекция, которая фонда Джетти, исследовательского института Джетти. И, как видите, здесь у вас article and subscription databases, то есть базы научных статей и подписок. И вот, допустим, мы можем выбрать, скажем, соответственно, and architecture, допустим, и соответственно, здесь уже идет ссылка на базы, часть из них закрытая, типа G-Store нашего любимого, а часть, например, BHA, они вполне открытые, библиографии, истории, искусства. Здесь свободный может доступ быть, и здесь мы можем опять же задать нашего, допустим, любимого Феллини. И, как видите, в этой базе, как видите, вышло 12 результатов, довольно скромно, по собственно книге и статье про Феллини, значит, но учитывая, что все-таки это по большей части база, посвященная классическому искусству, и, допустим, Рембрандт, разумеется, выдаст 2441 результат, результат, то с этим как-то можно смириться. Так что BHA, который, видите, при поддержке Jetty фонда, видите, тут эмблема Jetty стоит, это тоже неплохая база данных. Есть, например, там, как видите, довольно много тут, огромный список они дали, в том числе в конце Jetty Public Resources, то есть, допустим, скажем, значит, Research Guide, исследовательский гид по биографиям художников, то есть, где именно смотреть биографии художников, такая библиографическая справка, значит, гид по подписям художников, где смотреть, какой художник подписывался, и как по подписи узнать, кто это такой. Art on screen, искусство на экране, это как раз очень важная база для нас, потому что, как видите, здесь содержится примерно 26 тысяч цитат, значит, и то есть 26 тысяч упоминаний произведений искусства в кино по типу, допустим, там, я не знаю, такая картина Рембрандта мелькнула в таком-то фильме. И, как видите, этот документ доступен онлайн, без возможности, значит, сейчас тут уже должно быть в виде экселевской таблицы, которую, видите, 11 мегабайт, ее просто можно себе скачать, и там очень хорошее будет, что, допустим, там, Даная Рембрандта мелькнула в таком-то фильме, я не знаю, что-то еще там мелькнуло в таком-то фильме. Вот вы с этими, этой базой, пожалуйста, ее себе скачайте тоже, вот, тут я даже ссылочку вам пошлю сразу в эту самую, и можете ей спокойно пользоваться в свое удовольствие. Значит, у Jetty, собственно, довольно много таких баз. Вот вы просто руководствуетесь проекта Jetty, заходите сюда, заходите, можете, допустим, Performance Arts, если вас больше интересует, Performance Arts, исполнительные искусства типа музыки, то можете здесь тоже посмотреть, какие базы у них есть, и тоже на Art on Screen, как вы видите, есть ссылка. Есть специальный, конечно, типа глоссария музыкальной терминологии, но есть или, допустим, список сайтов интересных музыковедов, но есть и то, что ближе к киноведению. Интересно, есть ли что-либо про кино, допустим, в рубрике «История, археология и исследования культуры». Как видите, здесь ресурсы в основном посвящены классике, средним векам и так далее, скандинавским исследованиям, то есть про современность действительно здесь довольно мало. Но это тоже в принципе полезная вещь, если вам понадобится что-то узнать, допустим, про, допустим, скажем, латиноамериканское кино, и вам нужно воспользоваться базой ЛАНИК, Latin American Network Information Center, где как раз вы найдете в том числе сведения о культуре стран Латинской Америки статистические, скажем, сколько там киностудий и сколько фильмов там идет прохат. Важный очень вот этот пункт Image Resources and Museum Collections, значит, такие вот ресурсы образов, то есть коллекции изображений и музейной коллекции. И тоже здесь, например, сразу идет ссылка на фотоархив, созданный Jetty, который содержит 2 миллиона фотографий. Вот. И, значит, и вот возможность в том числе сразу идти на Search. И, как вы видите, допустим, можно дать какие-нибудь ключевые слова. Допустим, не знаю, ну, допустим, что пойдет по Cinema, значит, вот, не дает поиска. И, соответственно, ну, можно, допустим, через, допустим, Artist Index выяснить, что именно здесь сфотографировано. Так что просто можно путешествовать и узнавать, что есть что. Следующий ресурс, который киноведам бесспорно пригодится, это вот так тоже вот такой неплохой вариант баз данных, связанных с разными искусствами. Тоже, как видите, ссылка на BHA, библиографию истории искусства, на G-Store и так далее, на историю архитектуры. Здесь очень неплохая база вот Уилсона, значит, к сожалению тут ее по прямой ссылке не дают и вообще это очень неудобно, что университеты создают те самые ресурсы, на которые можно ходить только через университетский портал. это не очень правильно. Вот и вот одна из значит одна база, например, Ельский университет, что он рекомендует для тех, кто исследует историю искусства, причем и классическую историю искусства, как видите, допустим, одна из ресурсов, допустим, которые они рекомендуют, это искусство архитектуры на видео, где эта база доступна только у них самих, значит, как специализированная, но есть и ссылки на прямые, значит, на свободные базы, например, на ту же базу Primo, которую, собственно, Jetty тоже с Jetty содержат, соответственно, на те базы, которые мы уже с вами просмотрели. Везде советую, как вы видите, пользоваться G-Store, то есть журнальной базой, которая объемлет большую часть того, значит, того, что появляется в мире журналов. Есть очень неплохой портал, собственно, исследовательский портал музея Фрика, собственно, вот цифровые коллекции Фрика, и, значит, и история коллекционирования в Америке, и некоторые другие базы, но преимущественно по классическому искусству. Но Фрика это одна из таких музейных конституций, которая разработала действительно целую серию баз данных, рассчитанных на исследовательское употребление. Значит, ну и, конечно, все важное для вас база это и ФАР, Международный фонд исследований искусства. Собственно, здесь, например, есть значит и provenance guide, то есть стандарт изучения происхождения, есть так называемые упорядоченные каталоги, каталог резонер, то есть каталоги, где произведения искусства значит распределены по темам и указано происхождение и атрибуции. Цель вот этой ИФАР это прежде всего борьба с подделками. Это отчасти коммерческая фирма, отчасти некоммерческая, которая вырабатывает стандарты отличения подлинника от подделки. Поэтому у них есть каталоги, каталоги установленных подлинных и фальшивых вещей, некоторые стандарты, такие как стандарты реставрации и ряд других вещей. То есть про ИФАР вы можете работать, когда вам надо убедиться, допустим, в правильности происхождения того или иного искусства. Следующее это чем вы можете пользоваться. У нас осталось сравнительно немного времени. Я буду сосредотачиваться только на том, что значит больше полезно киноведам, чем искусствоведам вообще. Но и начнем поэтому здесь очень важного сайта, который называется Art Cyclopedia Энциклопедия Искусства, при том, что у него довольно, как видите, тоже скромный такой интерфейс и довольно примитивный. Тем не менее, он дает возможность искать художников по происхождению и, главное, показывать, где именно находятся коллекции данного художника. Ну, допустим, мы нажали, допустим, среди десяти топовых художников, разумеется, есть Энди Орхол. И вот мы видим Энди Орхол. Значит, 148 музеев, где находятся произведения Энди Орхола. Три произведения, значит, выставлены на торгах, точнее, три торга есть, где выставлены произведения. Одиннадцать архивов изображений, начиная с Wikimedia и кончая какими-то, допустим, Humanities Web. Тридцать семь статей об Орхоле, начиная с популярных статей в Википедии и кончая разного рода обзорами. Допустим, мы, опять же, выходим, например, на журнал Freeze, и там, соответственно, была рецензия на одну из статей, на одну из выставок Орхолы. Или, допустим, в New York Review of Books, допустим, одна из обозрений книг, посвященных деятельности Орхола. Значит, и вот что у нас Орхола, допустим, как у нас развивается Орхоловедение. Кстати, посмотрим, в каких музеях есть Орхол. Значит, видите, их тут огромное количество, причем, значит, здесь есть, допустим, и венецианская коллекция Гуденхайма. Мы здесь нажимаем. К сожалению, ссылка оказалась сбитая, но во всяком случае мы, например, можем посмотреть, что в Чикаго у Орхолов будет там столько-то. Вот, к сожалению, ссылки все устаревают, и прямых, соответственно, ссылок, как правило, мы не можем найти. Но, по крайней мере, мы будем знать, допустим, что есть там 25 книг, посвященных у Орхолу, с которых, допустим, можно начинать. Значит, и так что арт-сайклопедия, она очень важна, допустим, чтобы выяснить, где просто что хранится. Здесь они обещают 9000 художников, в том числе тут и медиахудожники, и видеоработы тоже есть, так что тот, кто занимается чем-то между кино и живописью, пожалуйста, на арт-сайклопедию. Следующий замечательный сайт, он так и называется арт-хив, арт-айв, то есть из арт и аркайв. Значит, как видите, это тоже база данных прежде всего, арт-айв, где, как видите, прежде всего, арт-айв, это история, собственно, перемещения, покупки, продажи тех или иных ценностей, и она тоже нужна прежде всего для коллекционеров, чтобы проверить провинанс, чтобы узнать, кому какая вещь принадлежала, и обычно этой базой данных просто пользуются подписчиками, подписчики, значит, есть поиск после авторизации, и, соответственно, можно узнать о судьбе тех произведений, которые продаются сейчас. Есть еще одна интересная база, она называется invaluable, бесценная, где они утверждают, что у них где-то 500 тысяч художников, которые хоть как-то мелькали в прессе или на аукционах, и где-то, соответственно, 2 миллиона произведений, которые были проданы. Собственно, это не что иное, как агрегатор аукционных данных. Тоже, соответственно, здесь обычно есть еще и подключение на это invaluable к покупке. можно даже посмотреть, что продается, отобрать, то есть, в принципе, можно начать даже составлять свою коллекцию на основе вот такого вот сайта. Коллекционером можно стать с его помощью довольно легко. Значит, здесь центральноевропейская база данных. Это как раз очень интересная база данных, потому что это искусство центральной Европы, опять же, привязанное к карте, где что находится. То есть, можно взять какого-то художника, идти по таймлайн и будут, видите, в виде огоньков на карте вспыхивать те места, где находится его картина. Допустим, 30-го года такого-то художника находится там в Бернии, вспыхнет Бернии. То есть, это такая, в общем-то, такая интерактивная реконструкция, по сути дела, истории искусства центральной Европы, причем довольно редкого, не так уж много кто знает, например, о словацком, славянском искусстве. Но, допустим, это может установить, допустим, кто в Швейцарии покупал румынское искусство. Или там, как, допустим, из Мюнхена, куда-то еще оно перемещалось. Значит, есть, значит, замечательный, допустим, вот, к сожалению, это не показывает, есть, допустим, по канадскому искусству я показал, а вот я, например, покажу по японскому искусству базу. Она, конечно, нужна будет любому, собственно, киноведу, который собирается заниматься Японией и японским кинематографом. JODB японская база, японская открытая база искусства. Как видите, интерфейс тоже создавался в 90-е годы и довольно простой. Тоже можно вести поиск по художнику, а можно вести, соответственно, и поиск по, допустим, типу произведений. Ну, можно все, скажем, литографии искать независимо от художников. Как видите, вышло 259 литографий, и дальше уже в них можно делать отбор, сортировать и так далее. База, это, конечно, далеко не полная, но, по крайней мере, она позволяет найти типичные для японского искусства такого-то периода произведения, что нужно, например, для интерпретации японского кинематографа. Какие именно были тогда гравюры, какие ширмы, какие картинки вешались на стенку, или когда появляются те или иные направления contemporary art именно в Японии. Дальше что еще я вам покажу? Значит, вам, как действительно киноведам, я то, что связано с живописью, показывать особо не буду, но зато покажу вам, допустим, коллекцию Голливуда и покажу, как ей пользоваться. Вот. Значит, к сожалению, с чего-то она сейчас не работает, хотя вроде бы я ссылку проверял, но ничего, мы можем выяснить, какие, допустим, еще значит, коллекции, допустим, онлайн изображений есть. Вот есть совершенно замечательный архив public art. Почему-то он сейчас у нас не загружается, что-то у нас японцы загрузились, а public art не загрузился. Значит, и вот, я, соответственно, тогда вам покажу, допустим, ну, допустим, чтобы просто еще раз повторить, как пользоваться коллекциями, собственно, коллекцию, допустим, Metropolitan музея, и, как видите, здесь возможен отбор, например, Art Deco. Можно, и чем Мед хорош, что он действительно позволяет расширенный поиск самой такой тонкой сортировки. То есть все произведения очень хорошо тегированы. Допустим, мебель Art Deco или книги или посуда Art Deco тоже может быть отобраны. Мед один из немногих музеев, который оцифровал абсолютно все свои фонды. То есть нет, по-моему, там сейчас конечно новые поступления может быть не оцифрованы, но все базовые фонды в Мете они оцифрованы. То есть их можно изучать прямо не выходя из дома. Соответственно, и здесь соответственно может быть сортировка допустим по Art Deco и Бруклинский музей коллекции костюма. Как видите, все, что есть там в запасниках по костюмам, что тоже может пригодиться тем, кто, например, занимается костюмом в кинематографе. Все оказывается отобрано, что именно в эпоху Art Deco считалось нормативным, ну или наоборот артистическим в одежде. Дальше можно для сравнения допустим скажем какие еще есть допустим коллекции. Ну какой-нибудь Лувр, я думаю, или Ремитаж вы сами можете без меня посмотреть. А вот есть замечательная например коллекция Lynx. Это не что иное как в общем-то сводка целого ряда коллекций. например коллекции допустим неонового искусства. Все это соответственно оказывается значит можно приобрести соответственно и значит постеры по этим коллекциям. Можно соответственно или оттиски. при том что это конечно такой любительский проект но он характерен тем как именно упорядочиваются изображения. Есть целый ряд таких вот частных коллекций искусства например телеком знаменитая собственно фирма мобильной связи она собирает и претендует собрать крупнейшую коллекцию contemporary art и как видите сайт достаточно удобен в пользовании есть возможность сразу пройти в коллекцию где 231 работа все они как видите вполне себе оцифрованы и соответственно изучить вот коллекцию этой коммерческой фирмы. Я привожу просто по примеру потому что конечно я мог бы там целую пару показывать то как коллекционирует что-либо какой-то банк или какая-то организация но делать это лишний раз я не буду вы просто лучше на одном примере изучить то как вообще работает частное коллекционирование и как например банки или фирмы собирающиеся коллекции позиционируют свою культурную роль и культурное значение таких случаев действительно ссылка которая должна быть так как очень часто прямой ссылки там нет но приходится открывать изображение в новой вкладке и копировать оттуда ссылку как видите это румынский автомобиль даки на фоне дворца народов в Бухаресте вот и значит есть коллекции как вы знаете крупнейшие американские университеты они тоже являются коллекционерами вот например ельский университет собрал у себя 180 406 артефактов причем самых разных начиная от там я не знаю от масок там центральной Африки и кончая там современными допустим произведениями современного искусства соответственно здесь вы можете по этой коллекции искать по художнику по по типу искусства здесь есть возможность в левом меню вывести допустим материалы что именно здесь например архитектурные элементы их 394 в коллекции ельского университета и оказываются такие допустим неожиданные элементы как батарея отопления отопления паровой радиатор как допустим значит почетная соответственно награда вот с изображением совы дверь значит элемент забора элемент в смысле лестничных перил там другие архитектурные элементы и в общем-то комбинируя таким образом можно найти достаточно большое количество артефактов и допустим можно посмотреть что здесь еще есть допустим 114 ритуальных объектов и 5030 собственно тканей игрушки и игры то есть вообще набор абсолютно такой же как в смитсоновском институте где собираются все возможные памятники материальной культуры но только здесь как вы видите есть и египетская там игра в эпохе там новой династии и рядом же допустим будут какие-то современные игрушки ну или не очень современные типа вот это вот серебряная погремушка 1877 года столовое серебро и прямо из серебра как видите сделанная погремушка вот опять же из-за нехватки времени я показывал каждую из коллег таких вот типов собраний представил только одним университетом потому что понятно что если вы пойдете на сайт Гарварда или Принстона вы тоже найдете там коллекции и тоже достаточно большие возможности поиска по этим базам данных в том числе и допустим используя таймлайн допустим сужая диапазон поиска и какие-то другие еще возможности ну и соответственно вам еще полезно допустим база которая я не показывал прошлые разы на которые я должен показать это тоже это база прокпест это собственно не что иное как значит база про значит arts and humanities по общим вопросам гуманитарных наук значит возможно здесь нужно завести аккаунт есть возможность поиска есть так называемые есть инструменты исследований то есть допустим которые например позволяют использовать то что в этой базе есть для обучения студентов и в общем-то для при регистрации эта база проквест дает доступ к учебникам и к статьям и даже к определенным иллюстративным изображениям значит и есть допустим вот скажем research library где 1600 400 журналов в том числе и по значит по самым по 150 разным значит предметам здесь можно задать поиск например arts значит определить какой там продукт допустим есть ли такая допустим cinema к сожалению нет отдельной базы по кинематографу но близкие базы все равно есть значит есть и после оставшееся время я вам расскажу как правильно оформлять подписи причем и подписи под иллюстрациями и подписи например под скриншотами фильмов и делать правильную фильмографию ну вот допустим вот если просто рисунок то в тексте мы сразу рисунок даем после ссылки на него после абзаца абзац может продолжаться но потом после него обычно следует рисунок конечно бывает сложная верстка с обтеканием и подпись под рисунком минималистская выделена желтым а если нет в конце списка то дается по крайней мере указание на материал год создания и местонахождение подразумевается что информация которая в подписи под иллюстрацией ее должно быть достаточно чтобы найти это произведение самостоятельно то есть загуглив его или обратившись в данный музей вы разумевается что наука требует проверки то есть вы должны сделать подпись такой чтобы другой специалист который вдруг заинтересуется теми же самыми вопросами смог найти произведение поэтому есть два стандарта оформления ссылок один из таких стандартов это как вы видите значит полный вот я выделил полный стандарт если нет списка иллюстраций тогда о месте пребывания нужно говорить сразу же в той же подписи если же есть список иллюстраций то достаточно дать просто авторы название выделено желтым а вся остальная информация будет в списке иллюстраций при этом в списке иллюстраций грамотно давать копирайтную информацию и источник изображения он может быть сетевым может быть книжным но в любом случае для приличия в списке иллюстраций которые идут после статьи или в конце книги дается указание на источник это могут быть разные варианты это может быть непосредственный линк при этом при линке всегда нужно написать дата обращения потому что сами понимаете что дата это может поменяться 02.10.2020 года что пока статья находится в печати может поменяться эта ссылка или если это книга то даете библиографическую ссылку и указание страницы соответственно инвентарный номер или номер допустим артикул или допустим база данных тоже с URL и с датой обращения даже частный сайт художника но все равно для привычия считается что чем больше вы укажете способов доступа к этому произведению тем лучше точно так же собственно основное требование к ссылке на иллюстрацию источники иллюстрации это возможность что называется это проверить даже допустим книгу если вы цитируете она должна быть описана так чтобы читатель мог бы допустим найти эту цедату и проверить контекст дело все в том что в науке разумеется каждый стоит на чужих плечах то есть вы допустим увидите какую-то иллюстрацию решите о ней написать и для этого например вам понадобится найти эту иллюстрацию в высоком разрешении или посмотреть в каком контексте она частью какой коллекции она является например автора статьи где эта иллюстрация не интересовала допустим что создал еще этот художник или частью какой серии или частью какой коллекции эта иллюстрация была в то время как вам это будет интересно фильмография дается таким образом обычно она упорядочивается по алфавиту то есть допустим фильм называя допустим сначала фильм на а причем в русском значит написании значит и а потом в написании значит сначала оригинальном допустим если это фильм китайский то надо бы китайскими допустим письмом или пиныним по крайней мере и через слэш английское название прокат ну допустим фильм допустим был какой-нибудь допустим скажем чтобы был допустим на букву а допустим допустим аврора и соответственно допустим это значит это итальянский фильм соответственно аврора по итальянски аврора допустим международном прокате Значит, и значит, значит, режиссер А. А. Аурелли. Значит, Италия. Франция. Франция. Там 2020. 115 минут. Художественный. В некоторых случаях разрешают не писать продолжительность фильма, но многие журналы требуют писать эту продолжительность. Желательно также дать ссылку на этот фильм в международной базе International Movie Database. Заметьте, что в названии этой базы IMED пишется прописными, а BE, так как это database, это часть сложного слова, пишется строчными. И здесь дается, соответственно, номер этого фильма. Опять же, это все зависит от требований журналов. Какие-то журналы требуют так давать, а какие-то нет. Но, по крайней мере, у вас должно быть название по-русски, поскольку именно на него вы ссылаетесь в тексте, допустим, в фильме Аврора, было показано то-то, то-то и то-то. И дальше вы включаете его в фильмографию, даете название оригинальное на языке оригинала, даете название английского международного проката. Они могут часто различаться, это могут быть три разных названия, потому что в России фильм может идти под другим названием. Даете имя режиссера, место производства, год, и обязательно нужно указывать жанр. По крайней мере, это традиция в российском киноведении, что это фильм художественный или документальный, или какой-то еще. Соответственно, если вы даете скриншот, значит, то подпись под ним будет такая, допустим, рис-2, кадр из фильма Аврора. И, соответственно, хронометраж, там, допустим, 1, 0, 3 и там 0, 8, значит, то есть это кадр на этом. И чтобы указать источник, допустим, www, youtube и так далее. И, соответственно, как именно был сделан скриншот. Соответственно, больше ничего про фильм писать не надо, потому что он и так есть в фильмографии. Когда он выпущен, кем и так далее. Но, во всяком случае, метраж нужно указать, источник и, собственно, момент, то есть секунду. Вот так именно записываются часы, минуты и секунды. Чтобы человек мог зайти на YouTube, найти этот кадр, допустим, или на какой-либо другой сайт, на Arkev.org, допустим. И проверить, что действительно вот этот кадр есть, а контексты у него такие-то и такие-то. И, соответственно, смогу продолжить исследование. То есть еще раз повторяю и не устаю повторять. Любая ссылка, будь то на фильм, на книгу, на картинку, оформляется так, чтобы следующий исследователь без труда нашел этот источник и смог бы им воспользоваться. И, соответственно, если вы даете ссылки, допустим, на блоги, то, соответственно, точно так же нужно давать, допустим. Обычно они не выносятся в библиографию, они даются часто в сносках. Или же даются отдельно в списках после библиографии. И, допустим, вы хотите дать ссылку, допустим, я не знаю, допустим, на тот же самый видеопортрет, допустим, какого-нибудь, допустим, из, соответственно, этих вот, допустим, канадских художников. Вот вы, допустим, открываете, допустим, и, соответственно, эта ссылка должна и будет иметь такой вид. Значит, видеоинтервью с художником Кимтон. Берете в квадратные скобки, поскольку такого названия нет. И, соответственно, база данных канадского искусства. В скобках оригинальное название указывается. Значит, опять же, ссылка и дата обращения. То есть все ссылки, допустим, поскольку часто это не имеет собственного названия, допустим, те же самые видеоинтервью, то иногда приходится давать их в, значит, вот в таком виде. Поскольку здесь, как вы видите, просто названо это интервью. Просто назвать это интервью не будет понятно с кем. Ну, вот, значит, если вы даете ссылку на запись в блоге, допустим, вы хотите сослаться, допустим, на запись Антона Долина в Фейсбуке, то вы, соответственно, пишете так. Долин А, значит, Фейсбук. Постинг, значит, Фейсбук. Запись. Фейсбук. Кстати, он не склоняется по правилам нашей библиографии. От такого-то числа, значит, URL и дата обращения. Желательно при этом указывать еще режим доступа открытый. Потому что автор имеет право, например, перевести свою запись под замок, и она уже будет закрыта во времени перевода. Нужно показать, что когда вы цитировали эту запись, она была открытой. Чтобы не было к вам, допустим, претензий, что вы ссылаетесь на подзамочную запись, будучи, например, в оффрендах Антона Долина. Тоже обычно, вот ссылки на, например, блоги, записи в социальных сетях и так далее. Значит, иногда бывает, что это заглавлено. Запись тогда заглавия до квадратных скобок воспроизводится. Но как бы считается, что если вы, соответственно, что это в библиографию не вносится, это идет либо в сносках, либо отдельным списком, поскольку это не является, собственно, научной литературой как таковой. Чаще всего, допустим, в наших журналах это помещается в список источников. То есть то, что вы исследуете, не то, что вы опираетесь. Потому что мнение Антона Долина, оно характерно, допустим, для наших кинокритиков или для нашего кинопроцесса. Если же вы хотите опираться, допустим, на Антона Долина как на исследователя, как на киноведа, то лучше, конечно, обратиться к его книгам, где выражены идеи. Если какая-то идея в Фейсбуке дополняет, то так прямо и скажите, что та мысль, которую Долин развивает в такой-то своей книге, он там обострил в такой-то своей записи в Фейсбуке. Это, по крайней мере, будет научная аргументация. А в ином случае, допустим, мнение критиков, блогеров, видеоблогеров, ссылки на ТикТок и так далее, все это оформляется одинаково. Поскольку названия они обычно не имеют, то квадратные скобки. Если это ссылка на видео в YouTube, то, соответственно, название дается, заголовок видео. И тогда, соответственно, можно не указывать автора. Можно, допустим, делать по заглавию, допустим, какую-нибудь там. Допустим, Петрова разговаривает с Сидоровой о российском кино. Если так именно называется это. Это, соответственно, значит, видео. И в квадратных скобках тогда жанр. Видеозапись. Вот, значит. Или видеоинтервью. Обнел. Значит, тоже YouTube. И так далее. И дата обращения. Но это если название такое позволяет. Обычно, кстати, при ссылке на видеоблоге, если это не авторский видеоблог, то не дается автор. Дается просто название видеоблога. Там, допустим, видеоблог. Значит, значит, допустим, скажем, мнение о фильме в таком-то. Видео, значит, и источник. Видеоблог. Значит, такой-то. И URL. То есть здесь название мы реконструируем. Но при этом видеоблог и закавыченное название мы даем уже как действительный адрес. Поскольку это необходимая часть библиографического описания. Ну вот, тогда потихонечку у нас уже почти семь. Мы немножко завершаем уже наш разговор. Тогда запись на этом заканчивается.